у меня есть самая любимая нелюбимая леска у меня с ней я получаю с ней как огромное количество удовольствия при ловле и преференции так и огромное количество проблем это леска шимана техниум черного цвета мне в ней нравится жесткость и контроль мне в ней нравится вылет и прочность я ненавижу ловить этой леской ночью потому что если не дай бог там мне приходится уважать без напарника даже вдвоем с напарником бывает серега и накручиваем на ротподе рыба под леской не под леской вообще бог ну непонятно более того это леска не нравится судьям потому что они тоже не понимают куда мы забрасываем да я и сам не понимаю куда мы забрасываем я стараюсь кидаю в своем свиме вот мне вот казалось вот я там например раскидался ночью бываешь история раскидался захожу палатку и серое свойство ночью нормально чувак лучше меня бы только бог раскидался сейчас вообще это было идеально это был самый идеальный заброс на планете прям все так красиво упала четко в клипс еще дистанция даль и типа такой предрассветный перезаброс следующий уже по светлому выхожу с утра елки-палки ну как ну вот ну как ну бывает вот в этом и большой минус этой лески но тем не менее она реально прочная на нибудь и выкорчевывал ну такое что просто действительно леска могучая поэтому мы для себя избрали следующего следующий тем мы ловим разными лесками если речь идет о дистанция ловли на дальней дистанции то есть все наши дальняки это шамана технику диаметры 02 018 022 это вот здесь дистанции дальние наши если речь идет об адекватной рыбалке когда просто не составляет проблем дистанции заброса там 130 грамм 135 метров до 135 метров было 0 25 леской неважно какого производителя вот вообще прям просто неважно потому что 0 25 лески есть в арсенале практически всех компаний на любой вкус если сказать конкретно из того что ну непосредственно меня там производит хорошее впечатление у дома хорош очень телеска была такая зеленовато название не помню вот я подлавливаю трамбукой трамбукой этой флюрой бывает уже на чуть завышен диаметр она получается там или 0 26 на 24 где-то но тоже как бы то есть норм заходит вот если речь идет о толстых лесках 028 и далее это это уже истории их тоже две первая история когда диаметр лески качество лески не имеет значения то ли на ближних дистанциях то вообще все равно ну просто любую грязь можно покупать и там какая разница кулецкая забрасывать на дистанцию 50 метров вот или же это а-ля медвежка или дикари тогда я использую фан-фишинг целям когда речь идет о истории когда мне нужна леска которая стерпит все что можно абразиво устойчиво к примеру есть такой водоем цемла у меня там есть одно секретное место ну может быть не секрет но я не всегда озвучиваете свои рыбалки это такой крутой дикарь меня там есть место где фарватер подходит 90 метров к берегу баржи плавают там на 110 метрах от берега я там всегда ловлю сезона дикого эти не все рыбалки озвучено их не все видят там классная рыбалка очень крутая . это не сливая пошутся ему не все могут разговорить цемла очень специфический водоем и там история какая от меня до 90 метров идет плавное понижение где-то до 420 а после 420 идет вот такого вот такой свал на 11 он такой толщины вот уточня вот такой крутизны я ловлю в двух трех метрах от свала в рыба выползает клюет и после поклевки он просто дело тут туда причем пока я не поднимаю рыбу за валик свала не переворачивая не понимаю как там рыба это двушка или десятка тоже вообще непонятно потому что через валик переваливается непонятно этот валик весь усеян ракушкой а причем там она как правило не дрессена там просто крупная перловица там если лика камни с дрессенды такой песочный берег с какими-то большими камнями которые поросшие мелкой ракушкой крупными там перловица и то есть и вот происходит вот эта рыба уплыла туда и вот это чувствуешь но это звук прям такой ну прям крут как сказать резонатор такой гитарный просто такой дисторшн какой-то идет в руку и вот скребешь и это леска выдержит много это очень здесь на куто леска к сожалению она просто дорогущая но когда и вот историю excel он вот она очень дорогая но она для тех ситуаций когда вот критическая тема там та же самая медвежка вот когда это рыбалка требующая сто процентов реализации но в этом сезоне мы сейчас рассматриваем вариантов несколько переходов на пробу из попробовать новые бренды потому что прошлом году например не таких соревнованиях выдали бобину суффикса о я зашел посмотрел сколько он стоит вообще копеечный но в 28 диаметре до чем не на павловском до 100 метров ловить да отлично грубая толстая леска нормально ничего вообще нет ни о чем не думаешь ну как бы то есть я к тому что то есть в толстых лесках на дистанциях до 100 метров мне кажется вообще не особо существенно лишь только стоит выбирать все по цвету там какой больше нравится кому-то идентификация цветовая кому-то нужно там прочность кому-то там гибкую мягкость жесткость мы единственно стараемся дальние палки не делать цветными нас цветные лески стоят на ближних полках право-лево вот я верю в цветные лески точнее она в то что это не очень хорошо не знаю правда это не правда пролин Raltani неправильно но я стараюсь перегораживающей лески для себя цветными не ставить то есть только ближняки цветными чтобы дальние проходы себе ничем не закрывать возможно я ошибаюсь и меня за это упрекнут опытные карпятники но я так поступаю что касательно гибкости лески нравится ловить жесткими вот но понимаю что тот же самый павловский предполагает использование мягколески это нормально там там реализация поклевки 0 они дистанции в двух словах то груз как он горизонт называется да но обычный скользящий груз фоксовские там на фоксовские покупаю потому что они там не точный вес хотел нет ребята сейчас с воронежа подсутили крутые грузы вообще не очень понравились там их копеечная цена поэтому в этом сезоне будем их практиковать вот in line скользящий или глухой в зависимости от активности рыбы и от типа водоема почему потому что из воды мы на которых невозможно поймать крупную рыбу на глухой онлайн в современных ситуациях но современных реалиях то же самое улова ну как правило хороший клёв глухой плохой клёв искали совсем скользящий все боковые клипсы не использую на вертолетах не летаю щек про limited edition хук мега спорт риге тоже как-то пока не очень изучил вот но я думаю что это временно то есть я думаю что когда более глубоко проникнув суть карпишинга я начну осваивать эти волшебные монтажи да ну как было не то чтобы любимый любимый крючок это крючок который нужен чтобы эффективно ловить но пока мы свои гейпом получается ему нет претензий вот я пробовал если спросить визуально какой нравится мне как чипу с художественным образованием коров шенг нравится больше он красивый утрена коров шенг смотришь на него вот он офигительно красивый сам по себе с точки зрения промышленного дизайна вот он красивый как красивая японская там или немецкая машина там какая с точки зрения функционала мне воде как то то есть то что те результаты которые у меня получатся скажем с точки не функционал свой гейпом у меня получается лучше вот так правильно будет сказать корректный вот если речь идет о брендах туда это пиби продаж до джангл пиби продаж вообще крючок который не трудно представить условия если бы они еще выпускали на размер больше просто есть та же сама медвега вот там прям просится чуть больше крючочек приходится ловить на всякие разные там талант гарднеров ски или на хаябусы к 1 но хайбуса к 1 на медвежки откровенно говоря ну совсем такой вариант во первых изначально острота крючка не то но он изначально не настолько острый как тот же самый пиби продаж пиби продаж острый крючок очень острый этот не такой острый второе атака жала направлено у джангл хука чуть-чуть в сторону колечка это дает преференции при ловле на агрессивном дне очень часто а чтобы не сбивалась вообще настройка жала не сбивалась ближней дистанции павловского вот ближняк у меня четвертого номера или 6 4 номера пиби продаж джангл хук и 6 номера хайбуса к 1 они приблизительно похожи по размеру ну даже предложим 6 номера он чуть меньше джангл хук ближняя дистанция это жесткая дно возьмем там 40 сектор 25 сектора неважно вот дистанция то в районе 40 метров которая вот начинает подъем наверх стандартная насадка просто короткий поводок одиночный 10 попав ну вот как бы все я забрасываю не получаю поклевку ну поднимаюсь на чтобы не скребануть совсем уж тупо в эту подъем бровки выматываю я могу проловить три дня не меняя одним крючком джангл хук он остается острым не сбивать много то есть конечно из разряда абстракции но как бы спокойно там день могу проловить крючок к 1 у меня бывало сбивался на первом забросе почему потому что его жало это как и преимущество так и недостаток это хороший крючок голове на мягком дне но для агрессивного дна у него слишком прямой угол атаки у него жало не так если сравнить рядышком с джангл хуком джангл хук жало чуть-чуть смотрит чуть-чуть чудо и вот этого прям достаточно для того чтобы он сохранял и так свою более высокую остроту плюс качество стали но это крючок во всем хорош да вот в тефлоне крючок вообще не выдерживают никакой критики он изначально не настолько острый и у него гораздо менее живучая жалон тупица вообще мгновенелка да вот никель более живучий изначально ощущается острее просто отвратительно сверкает и блесну так у нее такой ну такой отблескивает лоснится таким глянцем вот но но вот берешь пачки крючок вот начинаешь просто я всегда крючок аккуратненько но чисто но на пупочку не нам он на ноготь ни в коем случае только на мягкую часть пальца но ногтя крючок вообще не касается никогда в жизни просто аккуратненько цепляешь один крючок 2 3 они все разные по заточке среди них есть хорошие острые снести подсажена немножко их немножко нужно подтачивать если есть такая возможность при желании но вообще как бы им я используйте крючки в ситуации когда уйдет молотилова активный клёв рыба жрет по барабану но бывает история когда эта поклевка на век золото и я не не буду ставить крючки поэтому а есть другая история есть там крючки одной фирмы очень острые они буду назвать название очень острые но они тупятся просто на поклевки я не буду называть название не тупятся на поклевки просто чем на холостную пан эта поклевка автоматически становится холостая пипи пипи вытягуешь смотришь на него он вот такой уже но он острый капец то есть я так понимаю что по идее то есть это должна была быть рыба которая на него поймалась какая-то сделана из ваты что ли чтобы на не затупило ну она очень такая итак у нас вышли дамблс и 7 на 10 в классических самых основных вот этих вкусах и цветах которые самые ходовые там плюм рояль страу были джем бананас мотыль там чудом еще к этот самый скоро скопок сообщил скопок порочно очень выглядит вообще неприлично как это порно насадка получилась он такого розового цвета с таким сладким запахом то есть в общем ну классный скопок совсем прикольно получилось вот и там что-то еще и уже забыл раз в мега спать это как классика флэп фидерной ловли и они удобно их половинку подрезаешь как раз можно миниатюрные очень насадочки под 8 миллиметровый пельчик делать такие шапочки потому что если десятку подражаешь под 8 миллиметровый пельчик приходится еще немножко по краям чуть срезать он чуть просто десятка выходит за его края вот так же по многочисленным по по многочисленным просьбам ребят которые ранее пользовались нашими маленькими пыликами у нас была серия пыликов 12 миллиметровых на то же сам каневском ряд спортсменов старых тиражей где-то нашли разловили по выкупали у нас все что было уже она у такой уже вообще каменная было даже не сверлиться то выкупали там ловили хорошо очень понравилось вот мы выпускаем под эту историю сейчас но уже в 13 миллиметровом диаметре будет серия насадочных пыликов там хитовых исполнениях мы тестировали эти бойлы в течение года это были наши топовые ночные насадки мы на них в общем-то сыграли три важных турнира в этом сезоне то есть ночными нашими насадками я тебе кстати давал после в третьем секторе когда мы стояли вот это r1 был вот медвежку и финал лиги карп тудей и финал кубка улова мы ночью ловили на них в комбинации с поп-апами нормальная тема для души и такую же 13 метров вареночка в банках отпускать будем потому что ребята просят насадочную варенку также появились ликвиды еще ну такие типа h&v такие хорошие понюхайте сами все увидите там жир жирный вот 2 зигриговых смеси новых выйдет у нас было r1 жидкость красная мы вы запустили еще две одна будет yellow killer запах такой слива ананас и другой будет агент orange оранжевая на желтого цвета другая ярко желтого оранжевого цвета с цитрусовым запахом таким мандарин ну как раз для зига что хотите хотите красный желтый оранжевый там просто покрасьте весь водоем вот что еще будет для фанатов ловли на большие пылики серия монстр соли был 22 миллиметров в такой банке двадцать двадцать двух миллиметровый таким навороченные насадочные питать такие 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 жирные пылики чисто такие один насадить забросить и поймать рыбу своей мечты для фанатов для на там такой рыбалки кто любит ловить на большие насадки вот попов микс и он это сейчас вообще отдельная история короче ладно это потом расскажу это на выставке уже будет скоро презентация короче много классных плюшек к этому сезону подготовили мы хорошо поработали причем как по земли все так и по схему то есть реально если вы заметили как вот вернулся с медвеги вот несколько месяцев вообще на рыбалке не ездил то есть я просидел в лаборатории в мастерской в офисе то есть мы сейчас просто решил немножко отстраниться от рыбалок и посвятил время работе потому что ну надо было потому что чисто признаться с этими рыбалонами сезонами так спрогуливаешь работу что потом приезжаешь там в сентябре понимаешь ну короче дел дел накопилось вот сейчас мы все поделали поэтому если будет возможность на выставке в этом году мы будем представлять свою продукцию был большой красивый стенд замерся кофе м а там будет представлен оранж будет представлен митсу и ну то есть все наши бренды с которым мы работаем там будет интересно поэтому если будет желание приходите на видно будет много всяких разных и карповые удочки новые серии если успеет сделать завод там недорогие в адекватном ценовом сегменте всяко будет поэтому минут это была минутка рекламы можно теперь включить звук чаще всего получается ловить на поводки в районе 15-17 сантиметров но бывают ситуации когда сокращаешься до 13-11 длиннее только при истории когда ловишь на крупные бойлы и более тяжелую рыбу и такая вот ну аля от высокополя например можно там до 20 сантиметров уходить когда я не очень люблю оплюточные материалы потому что они не позволяют мне в примычной мне манере работать со стиком манер крепления стика да вот что я делаю я колю крючок крючком стик колю и накидываю петлю на узелок да то есть просто при скоростной ловли это самый быстрый способ перезаброса чтобы не сидит там бывает да 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 бывает история когда рыбалка медленно и мне нужен крайне острый крючок и у меня стик из крупного пелеца состоит я тогда это монтирую отдельная аккуратненько накалу чтобы жалом не цеплять жесткого пелец а там другая история запекали медвежка но типа павловского водоема накидка то есть я просто я стою на палке собрасываю достаю рыбу принимаю подсак вот не снимая не просто не делаю ничего не стоит банка с ликвидом которым намокнуть я беру из коробки стик подцепляю не меня насадку стик макаю забрасываем кладу вот так вот просто эта скорость вот оплюточный поводок в этой ситуации не очень плюс мне нравится оплёточные поводки ситуации когда происходит перехлёст или деформация все плодок можно выкидывать он прощается в мышиный хвост его заламывает ну да и все это оплетка некрасивая плюс с оплеткой емор нужно сдирать подтягивать я не вижу смысла в этом материале честно возможно я не точнее скорее всего я не правы карпятники меня упрекнут а тех кто умеет вязать классический проспорт счет супер лимит эдишен рих вообще скажешь что я не прав вот как с колечком так и без колечка вот но когда мне нужен жесткий поводок я просто беру флюр и делая его с мягким волосом или жестким волосом по ситуации когда мне нужен мягкий поводок и просто беру мягкий поводок и ловлю на мягкий поводок мне очень нравится корда super natural 18 лб это хороший материал у него красивый цвет и он достаточно приятен но у него петелечка получается аккуратная которая не сильно пушится и с ним он нормально проходит в ушка мелких крючков почему потому что есть очень классные поводковые материалы 25 лбовые но они не подходят для для миниатюрных ушек мелких крючков которые на которые ловлю вот поэтому вот 18 лб укоры super natural это альтернативный вариант который как раз вот подходит под эти истории вот плюс у него классный цвет который чисто эстетически мне нравится мне почему-то кажется что это красивый цвет он такой благородный такой болотный хаки в общем нормальный гладкий ничего такой нормальный если речь это флюрокарбоне вообще использую всеми всякие разные особо не парюсь как крестом так вот и кролуса и вот весь ворочек лишняков подсветил обалденный материал у мавера там дорогущий новый вышел там приказ короче на флюрик это он и в африке флюрику на самом деле у всех одинаковы у меня какой есть такими и пользуйтесь бы был он был жесткий но достаточно жесткий вот оплёточные поводки есть интересные поводки вот как они когда оплётка находится внутри оплётки находится леска у тебя наутилуса такое что-то было у фанфишинга у ригмарола такой материал был вот это интересный материал он классно равняется очень он классно вытягивается идеально на на горелке на на пару вообще супер вот кстати типа высокополе вот это стратегия ловли на большой бой большим крючком с длинным волосом вот когда ты вот долго не вытягиваешь назад когда на тяжелую рыбу там сидишь и там эта тема работает это интересно это достаточно грубая насадка и в стандартных спортивном режиме я ее не использую но крайне редко эта история когда это рыбацкая тема когда там стопроцентная презентация забросит там ты все поделал там пуфики стики чтобы ничего не перехлестнулась забросил там 10 часов пусть она киснет там стоит вот для этих историй так а так в основном фуксовский материал использую название я не помню даже материал который такой коричневато-рыжий метод каком а такой рисочками каком отекс или как он называется каратекс но до стараясь не толстый использовать или карп тексу а каратекс да вот но стараясь не толстый использовать то есть 25 лб этот сильно толстый материал я чуть потоньше люблю материал что 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 фм клубника и совсем клубника я ловлю на всех водоймах российской федерации бывает еще беру с собой монстр краб на его никогда не раскрывая не забрасываю ну как бы история как я беру с собой и рыбную и сладкую программу но происходит всегда одна и та же фигня мы просто начинаем всегда со сладкого потому что это достаточно быстрый сигнал это быстрый бойл просто я считаю у нас есть бойлы для рыбалки было для соревнований более высокие по белку бойлы это бойлы для рыбалки было для соревнований это был быстрого действия этот бойл должен быстро привлечь рыбу мне абсолютно не важно как в этом содержание там насколько там белковый баланс этого бойла соответствует рассуждение о пиаши и обо всем остальном мы экспериментальным путем пришли к тому составу который работает мне важно чтоб рыба на второй день началась поражняться моим красным бойлом все это проект а что давно на 100 фруктовые темы так в основном слива клубника но если еще это центральной полосе россии юг например беларусь там хорошо мед ананас реагирует рыба то есть эти схемы хорошо работает но мы честно признаться мы все соревнования просто играем на клубники причем вообще не паримся там в общем то похожи на всех наших фруктовых сериях базовый микс он идентичный они отличаются цветом ароматизатором и там пара тройка вкусовых добавок они просто там где-то из масляной кислоты они там более рассчитаны холодную воду где-то там солоноватость баланс солоноватости кисловатости разные где-то там больше там сухого цесла где-то меньше где-то там ну там вот эти вещи но по белку вот там помог папа балансу там помог по мукам там сочинание там муки криля там крабовой муки там или там муки там рыбная несколько видов она везде одинаково это целом один и тот же был вы знаете по-хорошему если у вас там будет 17 процентов до 20 половина английских брендов заявит вам что это вообще hnv вот а там будет всего 17 20 хотя но вполне может быть доходить там этот 30 вот но рыба великолепно отзывается на бойлы в которых там белка там до 15 процентов это нормально общая история еще нужно полагать очень важно еще тоже история многие рыболовы наимно полагают что чем был более питательный тем более он рассчитан на крупную рыбу все в точности да наоборот чем меньше поголовье тем более питательный бойлы им нужном для вскармливания и взращивания тяжелые рыбы любят достаточно легкий корм с невысоким содержанием белка поэтому ловля трофейной рыбы отнюдь не предполагает что это прям должен быть бойл из которого должно сочиться прям нет далеко не так я думаю многие из вас ловили себя на мысли что крупные рыбы приплывали на бойл который казался ну далеко не самым как сказать но не таким вот прям там насыщенным по белку вот вообще крупная тяжелая рыба испытывают некоторые уже проблемы с пищеварением у них большой вес и нужно перемещаться нужно тратить энергию калорий как на добычу этой энергии так и на ее усвоение продуктов вот и тяжелая пища и точно так же не очень в май заходит поэтому бойлы там в которых там до 20 процентов помните подходят нормально это хороший качественный хороший нормальный бойл я могу напихать туда все чего угодно могу написать на упаковке 60 процентов но это будет полным бредом вот плюс разные системы еще есть классификации по которым разные способы замерения количество белка по сырому белку по белку там по общему содержанию вот то есть там по разному это вообще можно трактовать вот те конкретно по клубнике точно сейчас вспомним там что там что-то процентов 17-20 не помню точно 17 12 надо посмотреть просто поднять тех карты чисто признаться давно в этот вопрос уже не уникал вот но на соревнованиях происходит следующее мы просто не задумываемся над этим особо у нас есть просто тема варенка пыли вот вот это так происходит я еще скажу еще страшнее историю мы типа так и типа там какой-то тираж что-то запорол тираж например там пришла там например стажер стажер нам на производство да и дали выкатать приходишь она там накатала таких кривой каких-то там 30 килограмм ну что делать в пакет сложили их там просто по фасовали и я ловлю на нам на брак то есть мы не катаемся под соревнования типа еще там досыпем сейчас дольем и там это еще купим фит стима там еще там робинреда еще чего-нибудь я ловлю на брак на потресканная на мусор на всякие разные там моль какая-нибудь завелась на производству курасов чего-то завелась ну шо это же не продавать людям нет конечно это выбор ковка выкидывать но тоже жалко деле 30 килограмм поехали соревнования выиграли нормально смоле клюет вот поэтому мы как бы такие как у нас мы с этого серым сами ржем прошлом году вот едем соревнования сервис мы хозяева своего производства мы ловим на мусор ну типа мы ловим на брак своего производства давай утра жизни поедем на соревнования возьмем красиво я говорю девочки не клейте мне там этикетки на упаковке не надо ну как бы так пачки по по сути но мы ловим на по на был из пачки в том плане что мы не не катаем под себя никогда в жизни на соревнования какие-то там четыре года назад катали сейчас не катаем все только одна на промышленных был ничего не используем сверхестественного другого единственно что мы не спу не используем единственное что мы не используем из того что мы производим это пелец ну копенс понятно делает как бы копенсу на в африке копенс вот и это вареный бойл starbase hot demon потому что мы не производим был с таким набором специй вареные ну просто мы его не производим поэтому если вы откроете мою сумку с насадками там из не нашего да там может лежать там только будет лежать там starbase десятка или 14 к потому что действительно это факт есть ряд водоемовый ряд условий когда реально этот бойл очень хорош клюква сухой csl там пара трое конгредиентов там паток отцы целосиложидки плазма крови протеин начнет лососевый протеин вот ну как бы в чем смысл бывает ситуация когда вот этот сигнал просто работает реально хорошо работает просто рыба в нем нуждается бывает ситуация когда ловишь на той же самой медведи и у тебя глубина заглубления стика 11 метров и тебе при любых раскладах нужно макать stick чтобы он просто дошел до дна и растворившись вот и я всегда всегда есть собой там пара тройка банок до которые там как правило от экспериментальной банки это не то есть они там сисимуровские банки они очень удобные просто эти старые сисимуровские банки с такими крышками да они меня просто их используют для вот этих на производство доме нам намесили туши хотел я попробовал до работает там одни соревнования другие все мы это запускаем производство у меня есть там пара тройка банок одна из них такая фруктовая всегда это как раз быстрая ловля на павловском там погнал вот а другая это вот история оля и высокополе медвежка когда действительно требуется более рыбы требующих тебе к себе скажем так более такого поварского шефского отношения такое там там нужно угощать вот этот сигнал работает вообще пропитки хорошая тема но мне больше интересно тема фона в ярусе она круче потому что у меня и так достаточно выразительная насадка что рыба рыба туда макнула нос мне гораздо интереснее взять и привлечь рыбу к себе сектор вот это как бы задача которая сложнее привлечь до собрать забрать чуть-чуть повернуть удержать переместить из ненужной части сектора в нужную часть сектора вот такая стоит но я даду я думаю просто я просто сейчас об этом может этот разговор не буду начинать не по той причине что от чего то шефу тебя потому что это часа на три разговор вот но однозначно ликвиды рулят что даст нормальная тема амур хорошо попукивает от нее вообще классно летом карп есть вот сказать честно раньше заморачивался давно есть время заморачивался сейчас не заморачиваясь вообще просто на водоеме варю и кидаю сырую конопля конопля наверное самое крутое что есть единственное что на павловском это не актуально потому что ну я не знаю мне кажется что плотва благодарна вообще прямо на в восторге вот просто и я вижу смысл кормить коноплей только в тех случаях когда нет высокой концентрациями мелкой рыбы потому что знаю если понаблюдать как питается разгоряченная пищевой конкуренции плотва красноперка густера у дна будьте уверены вот ведро конопли высыпанная в воду в на павловском карп там дай бог ему чтоб пять бубушек там вообще попалась там реально там просто плотва памятнику поставить готова вот поэтому но я стараюсь как бы коноплю давать тех подъемах ну аля типа там просяночка там или там медвежка ну там где понятно что так ну что чтобы не зря хоть и и сыпать потому что продукт дорогой кукуруза крутой продукт очень в чем во всех отношениях как вареная так сироп из нее отвар сам этот кукурузный в молотом виде вкрашенном она депутся великолепно вообще кукуруза это прекрасный продукт и если рыба реагирует конечно же ни в коем случае не надо и пренебрегать поэтому да это в общем то в принципе один и тот же смысл просто как бы в браже бродить кукурузу это такая история я хочу сделать рыбе и типа еще еще удобнее еще вкуснее еще лучше хотя она и так отлично и такую потрескает вот ну как бы это классная тема заморочиться но в условиях сорев как правило кукуруза это первые сутки полтора суток первых там к обеду вторых суток вот к вечеру кукуруза уже должна закончиться ну по-хорошему достаточно уже все уже должны вступать в вещи более удерживающие потому что на кукурузе может на кукурузе ты держишь рыбу ровно столько сколько сыпешь кукурузу а нужны вещи которые могут вечерний закорм на кукурузе вот можно высыпать туда там 20 литров кукурузы и она закончится все равно там часу ночи нужно то что будет держать рыбу там до 4 утра ну какая-то фракция был пелец там и все остальное зерно прекрасно всем зерно это великолепная дневная фракция земной это великолепная фракция которая вообще просто заставляет рыбу зайти тебе в сектор и попробовать все остальное что там помимо зерна еще находится вот зерна это триггер свима вот она запускает пусковой крючок вообще свима это как ларек открыт . кошка открываешь свежее пиво на пивзаводе все алкаши собрались в очередь вот с пакетами с трехлитровыми банками я не знаю кстати была такая мода там 90-е вот в пензе полиэтиленовый пакет из пивзавода на разбивки и покупали кто может быть помню такую тему в заводе пакетик пиво с пакетиком закручиваешь уголочек надкусил и это каутскульная тема гуганский было популярно как это да 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 конечно сейчас холодно а вот сижу да конечно да нет там все вообще прекрасно не там слышно немножечко полигон там рядом танковый полигон учения слышно когда идет там ну там по линии разграничения надо тоже там чуть-чуть чуть-чуть слышно войну это очень далеко это там 50 километров там по моему вот то есть это не прилетает в целом все там нормально единственно что на российской таможне вас попросят полностью разгрузить машину весь этот тетрис заново погрузить то не просто камера стоит наблюдения и пограничник так и говорит что ребят да я вижу что все нормально но у меня мне по уставу нужно груженая машина вон камера у меня есть начальство вы должны это сделать я все отлично понимаю один раз только попался крутой чувак такой вышел там начальник такой и что-то за рыбалку как обычно а чё пацаны куда едете на медвежку а чё ловить рыбу а покажи фотки ему раз фотки ногу и чего вы с ней делать и выпускаем ну как обычно это разговор ну ладно типа и такой начнут уходить так а проверить машину типа там типа он такой чисто проезжать такой с юмором чувак оказался красавчик засканировал вот днр нормально пропускает там он там нормально как обычно обычно транспортные ввозные документы там навоз машины все въехали да поехали там все классно медвежка шикарный водоем всем рекомендую рыбалка незабываемая кого ну прелесть еще медвежки в том что не на там кормить варенкой там надо приметь немножко пылика и зерна все то есть там ну там кстати но летом когда рыба активно когда много амура то есть как бы основную основу составляет зерно то есть мы можно там купить просто пшеница да вот кукурузки аккуратно немного много кукурузы не надо скуку раз очень аккуратно медведи надо вот и пылик пылик это так в ночь подавим на по карпу то есть медвежка в плане прикормки вот водоем в плане расхода корма вообще уникальный но это один из самых бюджетных водоемов вообще по корму и на бюджет не даже не видел бюджет не только на флэдфидер ловить по килограммам этот микс и а не бывает кормлюсь но на соревнованиях бывает и вываливаем под флэдфидер нормально там по 10 по 15 килограмм пылика скобра вот но да короткая сессия смысла как бы не вижу большого то есть просто как правило на флэдфидере же кормишься коброй с помбом редко дать это не парюсь пылик великолепно привлекает рыбу это хорошая вообще тема вкусного свима вот этого когда пыли когда он такой раскиданный обширный это как бы хорошая рабочая тема вот просто пылик этот микс насадка все буду пелец предполагает к редко очень бывает распаренным пелецом ловлю но просто есть у того же динамит бейтса альтернативные уже гораздо более эффективно действующие прикормки в которой меньше маяться можно амина оригинал прозрачная пачка с красной этикеткой и называется матч фидер короче серебристая пачка с сиреневой этикеткой мы называем сиреневой между собой классный микс и тут и другой хорошо ловят замена пелеца полная просто они уже готовы это водичка я замочил и классного поэтому то есть не вижу смысла вот фидер прекрасен тем что ничего не надо усложнять то есть он настолько прост как вот просто вот проще некуда то есть он еще проще чем классический фидер с точки зрения подготовительных вот этих всех процессов ничего не надо иметь просто взял удочку взял кобру взял два килограмма пылика все пришел на ловил рыбу такое да где где я ни разу на на турнирах на которых я участвовал не попадал в сектора где мне трава доставляла неудобства опыта ловли в траве такого прям конкретного я не имею на диких водоемах на водоемах для рыбалки я просто такие сектора бы просто там есть возможность выбрать сектор которым комфортно ловить вот и все не знаю насчет травы полагаю что это не лучшее место для ловли вот но я так понимаю что не по всему же сниму там трава или по всему с ним ну за ней где-то одну стараться не не с нее можно половить но у травы есть свой минус как есть свой плюс так и минус трава является естественным убежищем для ряда там разновидности всякого бентаса это как бы круто с другой стороны там есть трава то мало кислорода с третьей стороны там есть трава там плохая презентация насадки это проблема там есть трава там тяжело промерять дно то есть есть плюсы есть минусы есть водоемы в которых трава вообще как бы ну как бы это естественно состояние водоема и там есть этот покров травяной по всему водоема там казна как-то приходится изгаляться но я думаю что на каневском по идее они там должны кинуть амура это краснодар там всегда камур есть я думаю что в течение двух лет вопрос будет решен при помощи амуров вот он ее сожрет все будет там нормально вот и ну или ну я стараюсь не ловить травы ну как бы это то сложная история возможность него классно можно ловить не ловил бы на траве ну и я не стану ловить на траве просто я бы но но возможно история такая бы попробовал там поставить приподнять насадку это там здесь очек поставить и вообще просто приподнять на уровень но это очень неконтролируемая тема это тяжело у меня такого опыта нету это может быть там англов посмотреть какие-нибудь которые там собаку съели, у них есть озера заросшие тинкой, травой и всем остальным. Но я полагаю, что я много рыбачил на водоемах Краснодара, они все приблизительно однотипные, у них есть некие общие объединяющие скачки. И на всех этих водоемах я находил участки рабочего дна. Ну что, братцы? Все, утомились все. Про Зигриг? Зигриг оказался очень интересным способом ловли. Для меня, как Федеристу, он вообще заходит на ура, потому что это увлекательная история. Мы каждый раз напарником с Серегой ругаемся вдреск, в пух и прах. Он ненавидит Зигриг. Хотя бы по той причине, что я его включаю, когда у нас там просадки и паузы. И он говорит, давай лучше сейчас Серый отдохнем, ночью половим. Ну что ты убиваешься, жара плюс 40, ну просто уймись. А я ношусь с этим Зигригом и заставляю его мне помогать, подержать на перезабросе. В общем, ну как бы Серый не любит эту ловлю. Я ее люблю. С временами я там потыкался, помыкался, ничего не поймал. Он деловито мне говорит фразу, вот видишь, я же тебе говорил. Ну а бывает и наоборот. Начинает уезжать, и мы там начинаем делать результат. Я ему говорю, ну что ты съел? Ну как бы это, как бы у нас камень преткновения. Лично меня Зигриг восхищает. Это очень крутая тема. Ловля в ярусе, чистый Федер. Он очень бывает разный, кардинально отличается. Я для себя увидел этих три разных абсолютно вида Зигрига, типа медвежки, там где нужно точно ловить в пол воды и там клюет. Видел улова, там где просто нужно бессмысленно полоскать в течение дня, и ты увидишь свой проход в 7 вечера какой-нибудь там или там в 10 утра, поломаешь две подряд рыбы, потом будешь опять тупо полоскать, и ничего не будет происходить. Но надо полоскать, потому что вообще не приплывет. И третий самый идиотский Зигриг на планете, это Зигриг на павловском, в котором вообще ничего не надо делать. Просто можно забросить 4 удочки, и они могут уехать. Не без привязки, просто кинуть. То есть там реально рыба просто... У нас уезжали удочки на Зигриг на павловском, вот просто ты бросил и ничего не делаешь. Проходит 20 минут, она уезжает. Начинаешь кормить, не клюет вообще. Ну как бы, поэтому Зигриг на павловском мне особенно интересен. И я в прошлом году во всех секторах мечтал попасть, ну нормальный сектор, половить Зигом. И это был единственный сектор, в котором мы половили Зигом хорошо. Это был третий сектор, там достаточно было глубины, мы там нормально подловили, мы заняли второе место тогда. Ну хорошо поймали, там полтонной поймали рыбы, и часть из них была поймана на Зиг. Вот. Но все остальные сектора нам выпадали с глубиной там фоновой, 3,40, 2,40, метр семьдесят. Ну там не очень комфортно ловить Зигригом, практически невозможно. И поэтому я как бы, там не получилось потенциал Павловского в прошлом году раскрыть по Зигригу. Есть у меня интересное наблюдение, которого я придерживаю, и вывод, которого я придерживаюсь. Я стараюсь не ловить Зигригом на тех точках, на которых ловлю дном. Хотя многие говорят, Зиг дно нормальная тема, типа кормишь Зиг, ставишь под Зиг дно. Я этого не делаю. Почему? Потому что у меня есть опыт неоднократный того, как я, ловя со дна рыбу, классно, думаю, о, классная тема, поставлю над ней Зиг, начинал коломить Зиг над дном и убивал себе донную точку. Такое было. Вероятно, это было связано с тем, что придонное течение, ветровое течение всю эту фракцию каким-то образом смещало в сторону, и у меня формировалось кормовое пятно, неконтролируемое мною где-то в стороне. Я, возможно, смещал просто свою рыбу. Другого объяснения не могу найти. То же самое улова. Седьмой сектор, мы нашли потрясающий пуп, сняли с него вообще, там у нас там средний вес был обалденный, там какие-то, это была дружеская встреча Белоруссия-Россия, и мы что-то ловим рыбу, там первая рыба сход, неожиданная такая, тяжелая. Я чуть-чуть укрупняюсь тоже крючком, вторая рыба что-то там под пятнашка, третья рыба 17 с чем-то, вторая что 18 с чем-то, точнее третья, ну такие классные рыбы, клюют, думаю, вот это огонь. Потом, по-моему, еще десятку поднимаем, ну прям крутяк. Я думаю, классное место, ставлю над точкой ЗИГ, и мы ее убиваем под ноль. Хотя я кормлю ЗИГом, в общем-то, нормальным кормом, адекватным, без кипиша, без ничего. Поэтому, вот такая история. Я осторожен сейчас к пониманию кормления ЗИГ, но сейчас эти точки разношу. Сейчас я себе для ЗИГа выбираю всегда точку, такой мусорник какой-нибудь, то есть, который мне не жалко. Ну где-нибудь в таком месте, где я не собираюсь ловить. И делаю там, что хочу. Это никого не бесит, они не бесит моего напарника, который просто начинает на меня орать, не убивая точку, уйди, не кидай, что ты делаешь. Я говорю, я согласен, куда мне кинуть, покажи. Ну вот туда, кидай, вот греха подальше, вот на 70 метрах там ничего не клюет нас. О! И я там нормально, и нам нормально себе может начинать клевать. Поэтому я не привязываю ЗИГ к дну, стараюсь не привязывать. И второе, есть волшебная история в ЗИГе, это пол воды и ловля на ЗИГ дунным кормом. Это вообще гениально. Это еще круче, чем все эти компоты и все остальное. Медвежка, 11-метровая глубина, рыба клюет с 6. Клюет карп. Ставишь ЗИГ наверх, на 9-метровый поводок, на 10-метровый поводок, тебе клюет амур. Ну, как гамуры, карп-то прикольнее на ЗИГ поймать. И карп-то клюет такие, 18-19-20, в пол воды. Донным кормом просто кормишь, как обычный спот. Просто мы недавно рожали, тоже с серым. Он говорит, вообще, ты понимаешь, куда ты кормишь? Говорю, ну да, там же глубина, вот у меня там 11 метров. Там сидим в секторе, а у нас в секторе столб стоит. Говорит, вот этот столб 12 метров. Я такой смотрю, а ну что как бы не ощущается вот. А смотришь на столб, а он 12 метров, и он высоко. И я такой представляю, как там такой типа, мой спомбик, кстати, коноплей какой-то там. И там ветер, волны типа. И у меня тут стоит ЗИГ где-то под ним. И я думаю, что сейчас вот этот корм начнет погружаться. А там высота, 12 метров. Это сколько? Это почти там трехэтажный дом, или сколько? Это высота. Ну это же еще жесть. И вот эти бабушки корма. И я там кормлюсь надежно, сейчас приплывут карпы. Ну и абсурд, конечно. Поэтому всегда лучше проецировать, как-то в сознании пытаться представить. То есть их это вообще для фанатов геометрии, кто в школе хорошо геометрию изучал, у кого есть хорошее пространственное мышление, вот такое 3D мышление, нужно всегда представить себя, просто нарисовать, как вы себе представляете, трехмерной проекцией и выглядит ваша вот эта вот рыболовная вся вот эта история. То есть вот у вас стоит ваш зиг, вот вы планируете, что вы сюда ляпнули, вот он на такой глубине, где это, по вашему мнению, все тонет, откуда рыба должна сюда приплыть. И когда начинаешь это более детально прорисовать, оказывается, что отнюдь не фантастикой является ловля. Зиг стоит на 100 метрах, а кормишь 80 влево. Потому что ветровым течением это все подносит, вот так вот, а как раз он опускается приблизительно там, где сейчас ты предполагаешь, что это твоя насадка. И мне даже нравится, прелесть, конечно, круто ловить в зигом штиль, потому что все очень точно получается. Но круче всего ловить зигом в ветерок, в ветер, когда ты просто не ляпаешь над зигом, а ляпаешь по шлейфу, и этот шлейф, ну, чуть-чуть он в сторонке, получается, стоит. Самое главное вот попасть вот в этот шлейф. Ну, это вообще отдельно, тоже такая история интересная. И я здесь сам нахожусь на стадии экспериментов, и с удовольствием бы послушал бы кого-то из коллег, у которых есть что рассказать, кроме банальщины по этому поводу. Просто мне самому интересно. Почему? Потому что каждый раз приезжая и пытаясь ловить на зиг, у меня не очень получается повторять предыдущий опыт. То есть, предположим, я в прошлый раз поймал вот так, вот так и вот так, приезжаю, начинаю пробовать так ловить, не получается, перестраиваешь, делаешь по-другому, вообще начинаешь ловить донным кормом, или наоборот, начинаешь ловить вообще верховым кормом, там, делаешь поводок, который вообще, он там на полметра длиннее, чем уровень дна, то есть, он вообще просто у тебя сверху плавает, вот, получаешь поклевки, ну, то есть, ну, вообще происходит, то есть, зиг это такая, ну, это вообще, это ЛСД какое-то вообще, это, то есть, а? Так, там миллион факторов, то есть, вот там столько, ты просто начинаешь об этом задумываться, понимаешь, что если это все по уму делать, а не так, что просто забросил лобок клюнуло, да, пытаясь себе это просто объяснить, то есть, ну, это застежка, то есть, зиг это просто поле для экспериментов, то есть, это нужно быть очень застегнутым, мне нравится, я пока изучаю его, с удовольствием всегда пытаюсь ловить, когда есть возможность, но, к сожалению, в прошлом сезоне толком не получилось половить, несколько турниров, было, но я не наловился зигом, вот, ну, прям такое, не наловился, поэтому на этот сезон я прям вообще аж настроен, там, копать зигом, надеюсь, что к концу сезона будет срез более глубокий и интересный, вот, но однозначно хочу еще раз подытожить, первое, это отнюдь не значит зиг, что это очень высоко поднятая снасть, в пол воды великолепно клюет, отнюдь это не значит, что это должен быть суп, очень нормально работает донный микс, и бывает зиг очень разный, нужно всегда вот это чувствовать, бывает, просто от водоема зависит, нужно кормить много регулярно, можно кормить редко, а бывает история, когда просто не нужно вообще кормить, вот, и когда не нужно кормить вообще, меня это жестко обламывает, потому что в зигрите весь, ведь самый смысл вообще, в чем сок зигрига, сок зигрига в том, что ты заряжаешь, забрасываешь, спомб ляпает, начинаешь выматывать, и в этот момент пип-пип-пип, начинает уезжать палка, все, это квинтэссенция, просто вот, это вот, да, вот, это так вот должно происходить, ни в коем случае не покормился, потом сел и уехал, нет, она должна уезжать из-под спомба, тогда это вот просто, просто счастье, вот все, что я могу сказать об этом, ну что, друзья, друзья, спасибо вам большое, за то, что вы пришли, давайте, спасибо, очень приятная аудитория, хорошие вопросы. Спасибо.